Школа жён. В 2012 году театр Олега Табакова заказал мне новый перевод Мольеровской школы жён, вольный, то есть с неизбежными сокращениями, если потребуется привязками к современности. Осовременивать Мольера практически не пришлось, для ноты в некоторых монологах я позволил себе ужать, но в остальном перечитателям вполне аутентичный текст. В своей постановке режиссёр использовал примерно половину моего переложения, в остальном воспользовавшись старым добрым переводом Василия Гиппиуса. Никаких обид по этому поводу у меня нет, поскольку театр, заплатив за пьесу, волен с ней делать что угодно. Однако мне хочется предложить читателю полную версию этой работы. Действующие лица. Арнольф, иначе называемый господином де ла Суш. Агнеса, невинная молодая девушка, воспитанница Арнольфа. Арас, возлюбленная Агнесы. Ален, крестьянин, слуга Арнольфа. Жоржетта, крестьянка, служанка Арнольфа. Кризальт, друг Арнольфа. Энрик, зять Кризальта. Аронт, отец Араса и близкий друг Арнольфа. Нотариус. Действие происходит в Париже. Действие первое. Явление первое. Кризальт, Арнольф. Кризальт, вы женитесь? Арнольф, женюсь. Кризальт, поистине смешно. Не вы ли всех мужей бронили только что? Арнольф, а что же их не бронить? Один дурак, набитый, юлитой вертится преджениной и свитой. Другой, когда жена потратит миллион, уверен, будто ей в игре достался он. Да, но в какой игре, спрошу при целом светом? Боюсь, что в дурака. Рогатого при этом. Все эти рогачи достойны лишь бича. Кризальт, вы дразните судьбу над ними хохоча. Коль собственное вошло, покажется увенчан. Арнольф, о нет, любезный друг, я слишком знаю женщин. Со мной не пошалишь, Кризальт. Но даже мудрецу порой случается к винцу вести овцу. Арнольф, а хоть бы и овцу. Я враг ученых фурий и слишком умную не предпочел бы дурия. Не академик я и, господи, прости, жена не для того, чтобы диспуты вести. От будущей жены я требую немного. Быть честной, вышивать, любить меня и Бога. Зависеть от меня почтет она за честь. Кризальт, ну где ж такую взять? Арнольф, уже такая есть. Увидевши ее в семье крестьянки кроткой, я понял, что дитя окажется красоткой. Ее опекуном давно я состою. Я отдал в монастырь красавицу мою и побиблейски ждал, когда созреют смоквы. Да, воспитали так, как я и сам не смог бы. Ни взглядов дерзостных, ни дерзостных словец. Чистейший прелесть и чистейший образец. Но я же хлебосол, мой дом для всех распахнут. Полно приятелей, иные дурно пахнут. Я снял отдельный дом, и в нем моя жена достойным обществом всегда окружена. Ей-богу, я хочу, чтобы вы к ней присмотрелись. С ее невинностью сравнится только прелесть. Она уверена в наивности своей, что дети, например, родятся из ушей. Кризальт, действительно, дитя, как жить с такими снами? Арнольф, сегодня же прошу, отужинайте с нами. Я в домике ее, вас жду к семи часам. Кризальт, естественно, Арнольф, да я хотел и сам. Невесту поглядим, бутылочку осушим. Арнольф, однако я прошу вас звать меня Ла Сушим. Кризальт, извольте, я готов. Хотите в сорок лет менять фамилию? Меняете, спору нет. Но почему Ла Суш? Арнольф, я там купил именье. Кризальт, но это значит пень. Арнольф, прославить рад и пень я. Кризальт, о, мода рабская, сейчас уже везде к фамилиям отцов спешат представить де. Вчера один купил именье у кого-то и тотчас же решил назваться де болото. Арнольф, почтение к знатности черта высоких душ, и я для вас Ла Суш. Кризальт, так скажете Ла Суш. Арнольф, так я вас жду к семи. Кризальт, приду. Арнольф, имею честь я. Уходит. Кризальт, и правда стал пень пнем. Что делает поместье? Явление второе.